Небольшая комната, шкаф с книгами и компьютер. Это участковый пункт полиции, созданный на базе Оренбургского госуниверситета. Андрей Таран поясняет, здесь он находится редко. Главное место работы участкового все-таки улица. Именно там и совершаются преступления. Участковый признается трудностей в работе, хоть отбавляет. У нас обеспечение компьютера стоят, оргтехника имеется, но у нас небольшая проблема в том, что иногда нам приходится пользоваться базой ИБД. Это интеграционная база данных, и у нас доступ к этой базе в нашем опорном пункте отсутствует. Это связано с тем, что у нас не подведена линия. Специфика участка такова, что здесь большое учебное заведение. Начиная от банальных краж составленных сумочек, которые у нас девушки обычно оставляют на лавочке, поворачивающиеся к своим спиной, и заканчивают другими преступлениями, допустим, квартирными кражами. И это далеко не весь список. Участковый ежедневно принимает до нескольких десятков вызовов, и не только со своего района. Автомобиль какой он марки? Nissan X3, да? Камень попал в лобовое стекло. Случай вроде бы заурядный, но и тут без участкового не обойтись. Он вызывает экспертную бригаду, контролирует ход экспертизы, результаты которой уже пойдут в страховую компанию. Выйдя на стоянку, увидел, что повреждено лобовое стекло автомобиля. Был поражен той оперативностью и знанием дела, с которым наши участковые прибыли и осматривают, и составляют документы, необходимые для страховой компании. В советское время своих участковых знал каждый. А вот интересно, сегодня сколько людей знают их в лицо? Мы решили спросить жителей, кому они позвонят в случае беды – участковому или по телефону 02. Наверное, в первую очередь к участковому, а потом бы уже звонили куда надо, в полицию. А как вы считаете, на должном уровне сейчас работаете? Ну, мы вывезли один раз, то есть у нас тоже был неприятный случай, подойдет и кража произошла. Но приходил, да, спрашивал, что и как, то есть, ну, это вот единичный случай был. Больше мы его не наблюдали, слава богу. Он может не быть на месте. Он на участке обычно. Надо звонить всегда 02. Как видно, однозначности в ответах нет. А значит, работы одного человека, каким бы компетентным он ни был, все равно недостаточно. Ведь на территории одного участка могут проживать до нескольких тысяч граждан и располагаться несколько ТСЖ. Не считая улиц и дворов, которые в вечернее время вызывают повышенную опасность. Иван Елманов, Никита Плотников. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова